Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы распечатываем новый псалом, и я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Благодарна Богу за то, что Он нас когда-то предупредил, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Тогда, когда мы слышим Бога внутри себя и открываем уста, то это Его уста. Мы просто трансляторы. Мы просто можем быть каналами, через которые Бог может обращаться к каждому человеку. И потому сегодня мы, распечатывая этот псалом, 74, можем смотреть, о чем же в данном случае говорит Ассав, потому что это его псалом, чтобы наши с вами сердца сфокусировать на чем-то значимом и важном. С первого стиха по второй, потому что здесь как заголовочек ко всему псалму. Начальнику хора не погуби псалом Ассава песнь. Вот уже само по себе назначение этой песни, потому что раньше все псалмы пелись, и это было не просто так. Кстати, рекомендую начать петь как минимум псалмы, хотя можно вообще текст описания, но псалмы начать пробовать петь. Не обязательно их превращать в стихотворную форму, просто пропивайте их на разные мелодии, чтобы сердце включалось в процесс того информационного поля, который озвучивал тот или иной псалмопевец. Ассав или Давид, кто бы не был автором песен, потому что в любом случае авторство за Богом. Потому что они проходили какие-то свои особые события в жизни. И вот эти состояния их личности, их души, их сердца, они открывали им, открывали те возможности в их духе для того, чтобы творить дальше волю Божью уже в этих песнях. Потому что они просто, как знаете, как материал, что ли, который внутри них рождался от процессов, которые они проходили. Вот это и есть та пища, которая становилась потом подкреплением людям. И мы сейчас до сих пор ею пользуемся. Посмотрите, сколько лет уже этим текстом. Это тысячи и не одна тысяча лет. Несмотря на это, до сих пор они работают, до сих пор они проникают в сердце, до сих пор они являются божественным смыслом для реализации. И поэтому я очень хочу, друзья, чтобы мы с вами сегодня могли почувствовать Бога внутри себя через эти тексты. И поэтому второй стих. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещают чудеса Твои. Как-то не совсем стыкуется с прочитанным сверху словом. Не погуби. Посмотрите, как обычно люди реагируют на состояние своих эмоций в молитве. Если что-то болезненно, что-то непонятно, то сразу и молитва с этого начинается. А тут, скорее всего, Асав проходит какие-то непростые события и говорит на старте «не погуби», но в самом тексте «славим Тебя, Боже». Он выбирает славить Бога, невзирая на то, что он чувствует. И в этом ключ. В этом ключ, друзья. Потому что люди, которые привыкли жить по состоянию эмоционального фона и озвучивать то горечь, то боль, то обвинения, то суды, то какие-то, может быть, перспективы совершенно, которые сами не хотят иметь. Но просто это делают исходя, исходя из того, что сам царь царей, Господь господствующий, что-то внутри производит, внутри нас, чтобы мы начали первенство отдавать Ему. Не обстоятельством, а Ему. Но вот на это не у всех хватает зрелости. Кажется, ну, чем больше я поплачу сейчас Богу, потому что я так себя чувствую, тем лучше. С одной стороны, я согласна, что искренность, она важна, она значима в момент молитвы. Потому что если делать просто вид, либо говорить слова, которые правильно сказать, но внутри этого нет, то оно тоже будет малоэффективно. Но в то же время, если мы понимаем, как работают духовные законы, то мы начинаем славить Бога с учетом того, чтобы поменялась моя внутренность. Поэтому я сейчас просто делаю выбор прославить Бога, чтобы всякая боль, печаль, непонимание, безысходность, они удалились от меня. И вот в этом есть смысл данной строчки или данного текста Писания. Небесный Отец, я не знаю, кто что проходит сейчас. У каждого есть свой уровень переживания, есть свой уровень каких-то состояний, личности, сердца. Но я очень благодарна тебе за то, кто ты для нас и кем ты для нас уже стал. Поэтому я высвобождаю сейчас благословение в адрес каждого человека попробовать этот ключ Асафа. Начать славить тебя и благодарить просто за то, кто ты есть во Вселенной, кем ты стал для нас. Потому что ты как бы там люди чувствовали или не чувствовали, понимали или нет, а ты остаешься нашим Творцом, нашим Отцом. И поэтому ты нас позвал и призвал в это путешествие. И да пребудет с нами твоя благодать, милость и мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»